Умацавание правопарадку и громадской безпеки правооховники Витебской области подвяли выники деяности в 2023 году. У коллегии ведомства принял наместник министра внутренних справ Беларуси Дмитрий Корзюк. И он означал, что летость правооховники Витебской области спрацовали на высоком профессийном узровне. Подчас коллегии узнагородили наибольших поспеховых супрацовников. Означили и лепшие подразделения по внутреннему региону по выниках службовой деяности. Узнагорода управления внутренних справ Святой Георгий и ключи от нового службового автомобиля отрымал отдел внутренних справ Новополоцка. А так само Расунский, Лепецкий и Кастрышнинский отдел областного центра. Основные усилия были нацелены на раскрытие преступления прошлых лет и работа в сфере АПК. В связи с увеличением количества мошенничества приходилось неоднократно выступать в одних и тех же коллективах, рассказывать о средствах, о способах мошенничества и как противостоять преступной посягательству. Каждый из начальников РОВД мечтает, чтобы его подразделение было признанным лучшим среди аналогичных подразделений. Ведь это дает оценку деятельности всех милиционеров и подталкивает еще лучше работать. Когда милиционер замечен и оценен, ему тогда легче сосредоточиться на выполнении поставленных задач. Отрадно отметить, что подразделение сработало на высоком профессиональном уровне, обеспечена безопасность граждан, обеспечена дорожная безопасность, раскрывались своевременно преступления, учетно-регистрационная дисциплина была на достаточном уровне и дисциплина и законность в наших подразделениях была на высоком уровне. Поэтому сегодня витебская милиция занимает лидирующие позиции в Министерстве внутренних дел. И Министерство внутренних дел очень признательно и благодарно каждому сотруднику области за тот вклад в укрепление общественной безопасности в целом стране. Подчас коллеги и правоохонники так само окрыслили задачи на 2024 год. Одна из основных все летает – забеспечить парадок и безопасность на передние дни и непосредственно у один и день голосования, який отбудется в Беларуси 25 лютого.